Приветствую вас, уважаемые друзья, подписчики. Продолжаем сегодня рассказ о ремонте храма, о качестве ремонта храма. И, наверное, это касается реставрационных работ и ремонта многих сооружений, старых и новых сооружений. Итак, в технологии этого процесса очень важна, понятно, что высотная работа, это организация, работа, страховка, и очень важна очистка поверхностей. Я так отношу, что обычно где-то порядка 40% всей всего объема работы это работа по очистке поверхностей, колокольни и фасадов храма. Но, пожалуй, вот этот участок, если их здесь начистое будет даже гораздо больше. И я бы сказал так, что зачастую мы имеем дело с добросовестными исполнениями. Вот я видел такие храмы, как кажется, что с виду прекрасно сделаны ремонты, ремонт, 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 ремонт. И, конечно, несколько лет проходит, а уже проступает тотально по всей поверхности грибок, который практически уничтожает не только ремонт, но и уничтожит все здание. Очень важно, когда мы делаем очистку, зачистили первую очистку болгаркой и щетками. И если у нас нет керхера, хорошего какого-то водомета, тем не менее мы пользуемся водой. И я показывал уже, что наносишь воду, наверное, проступаешь из пачка воду, и он проступает снова и снова, и у меня несколько целых обработки водой, и затем механической обработки щеткой, для того, чтобы добиться какого-то результата. Три-четыре раза смены, это один раз щеткой, снова водой, затем щеткой, снова водой. Конечно же, времени уходит на такой ремонт очень много, но в итоге, когда проходит несколько лет, не стоит удивляться, когда при некачественном ремонте людей, которые мы нанимаем за деньги, и когда, оказывается, обгущивается, известно обгущивается краска, или такими тотальными пятнами расползается грибок. После тщательной очистки вот таких приблизительно поверхностей прошлись водой. Вот результат, казалось бы, отлично было зачищено. Тем не менее, видим, вот результат, это и болгаркой чистилось, и щетками чистилось. Вот здесь тоже очень тщательно вычищалось, казалось бы, но видим, что не совсем, на самом деле, тщательно, далеко-далеко не совсем. То есть, необходимо следующая очистка. Ну, там вверху более-менее, там тоже прошлись водой, там более-менее неплохо. Заканчиваем этот этап. Здесь, смотрите, трава выросла. Давайте поближе. Вот так вот, если не чистить, будет продолжать вот так вот нарастать. Как в российской глубинке, очень много храмов. Люди переехали куда-то в центр. Поселение обезлюдили. И в результате деревьев, кустарники, трава растет на храмах. Это нижняя часть восьмеряка, заканчивается работа. И так, казалось бы, посмотреть все прекрасно. Но если приглядеться, после трех-четырехкратной обработки механической и водой, вот, вскрываются вот такие детали. То, что было незаметно. То есть, очень глубоко въедается. А некоторые участки сделаны многократно. И вот здесь росло такое дрова, растение. А что такое вот, вот это перо я снял. То есть, здесь просто, по-видимому, ласточки когда-то организовали свое гнездо. Отсюда там было так много грязи и глины. И, конечно же, такие листа можно серьезно повредить. Здесь вот один из самых разных вещей. Ну и в целом, конечно, вот такие вот листа много пощерпленного. Все это необходимо обрабатывать. Потому что все это места потенциальной опасности.